всем привет мои дорогие добро пожаловать на мой канал это снова с вами я ваша анна мюллер я хочу вам сегодня показать что на куки до есть очень очень вкусный рум торты ромовый торт рецепт этого ромового торта у нас есть на куки до а для вашего удобства мы внизу в описании найдете ссылочку на оформленный рецепт уже даже на русском языке для вашего удобства включена у меня духовка разогревается и мы сейчас с вами начнем сначала делать бисквит нажимаем кнопку штатный 180 градусов нужно разогреть духовку вверх-вниз теперь мы подготавливаем форму для выпечки я вам покажу чуть позже как ее подготовила и мы сюда в чашу отправляем бабочку одну секунду я возьму бабочку устанавливаем бабочку нашу и что мы делаем далее мы добавляем в чашу сейчас с вами 5 яиц следующие 180 грамм сахара вот я добавляю сахар 180 грамм нам нужно добавить все сахар добавила следующее что нам нужно сделать это добавить сюда ванильный сахар одну чайную ложечку если самодельный либо вы покупаете одну пачку покупного далее мы чашу закрываем и в течение четырех минут на температуре 37 градусов у нас все будет взбиваться на скорости 4 итак наши яйца очень хорошо взбились теперь что мы делаем нам нужно в чашу теперь добавить муку 230 грамм муки стараемся муку не на саму бабочку а лучше рядом и следующее что нам нужно сделать это одну и еще половинку чайной ложечки разрыхлителя теперь еще половинку одну положила и теперь еще половинку все закрываем чашу и буквально коротко у нас перемешается 10 секунд на скорости 3 итак смотрите наше тесто готово мы снимем все обратно в чашу что у нас здесь поднялась на крышке опустим также все со стенок уберем нашу бабочку извлекем вот так стучать можно когда чаша в термомиксе в самом не стучим по чаше стараемся здесь все убрать собрать очень важно этому бисквитному тесту нельзя долго стоять сразу его выпекаем и его нельзя перебивать если вы сейчас видите что у вас где-то не совсем хорошо чуть-чуть что-то промешалось вы вот такими движениями снизу вверх как складываете снизу вверх как складываете и все и переходим на рабочий стол духовка у меня разогревается форма у меня подготовлена я форму на низ проложила пергаментную бумагу и вверх я по бокам я здесь нашу форму хорошо смазывала топленым маслом и сюда установила такую нарезанную пергаментную бумагу две полосочки и они у меня за счет того что я промазала бака они у меня очень хорошо к форме там приклеились а и у меня здесь бисквит будет очень хорошо подниматься вверх за счет того что у нас пергамент до по бокам в общем отправляю сюда наше тесто и будем выпекать его в духовке 180 градусов вверх-вниз как я уже говорила 25 минут примерно будет выпекаться но нужно будет смотреть по ориентироваться по духовке нужно будет его проверить как он у нас протекся все я тесто все сюда перенесла отправляю в нашу духовку хорошо посередине устанавливаем и закрываем и устанавливаем время 25 минут и потом я вам уже покажу дальше итак смотрите 25 минут закончилось что я делаю с помощью нашей супер вспашки я проверю его готов ли он здесь в середине до конца все супер он готов теперь я выключаю духовку но его оставляю здесь остывать течение 10 минут он у нас будет остывать сейчас вот так положу пополам сложу перчатку и вот при открытой дверью пусть он у меня там остывает и так мои дорогие а теперь нам нужно приготовить пудинг для этого мы в сухую чистую чашу устанавливаем нашу бабочку что мы делаем далее мы добавляем сюда в чашу 250 грамм молока следующий шаг мы добавляем сюда 140 грамм сахара извиняюсь 130 130 грамм сахара 25 грамм крахмала далее мы добавляем сюда в чашу одно яйцо и одну чайную ложечку самодельного ванильного сахара если нет самодельного ванильного сахара значит берете пачку ванильного сахара чашу закрываем мерный стаканчик сверху закрываем и она у нас поварится в течение 7 минут на 90 градусов скорость теперь нам сюда нужно будет добавить ром мы ром немножко сократили нам показалось 70 грамм слишком много поэтому мы добавляем 50 этого будет достаточно все добавили ром закрываем крышку и и теперь в течение 10 секунд на скорости 3 перемешаем все наш пудинг готов теперь нам его нужно достать в какую-то широкую чашку мы с вами его туда выливаем и мы его не закрываем в контакт а постоянно помешиваем чтобы у нас не образовалась а здесь никакая пленочка до полного остывания когда он полностью остынет мы потом продолжим просто я его сейчас в течение какого-то времени буду периодически вот так помешивать и когда он хорошо остынет мы продолжим итак смотрите мы с вами продолжаем приготовление крема наш пудинг хорошо остыл вот у него какая консистенция он не должен быть абсолютно таким густым алкоголь не дает ему застыть мы сейчас что с вами делаем давайте я вам покажу нам нужно будет наш бисквит которую мы испекли нам нужно будет его порезать это я вам покажу как мы будем его зарезать это я вам тоже покажу что нам нужно будет порезать на кусочки это будет позже теперь нам нужно бабочку вытащить мы чашу не мыли как у нас была бабочка так она у нас и есть чаша мы бабочку извлекли и сюда в чашу мы сейчас помещаем с вами 250 грамм масла вот она у меня как раз ровно пачка и она уже очень очень хорошо у меня постояла при комнатной температуре она можно сказать что очень мягкая я эти 250 грамм масла сюда отправляю и она у нас сейчас начнет взбиваться когда наше масло будет сбиваться мы сюда еще отправим потихонечку наш пудинг сейчас я возьму еще одну ложку чтобы мне это было удобнее делать соберу все остаточки от масла и продолжим все отправляю остаточки сюда закрываю чашу закрываем и масло наше будет сейчас одну минуту взбиваться на температуре 4 на скорости 4 итак смотрите на что нам нужно сделать далее нам нужно опустить хорошо все что у нас сбилась здесь масло со стенок вниз к ножам и теперь когда наше масло сейчас будет дальше продолжать сбиваться в течение 30 секунд на скорости 4 в это время мы этот пудинг через отверстие в крышке постепенно медленно туда отправляем итак смотрите у меня уже все на готове мой пудинг я включаю 30 секунд скорость 4 и отправляю наш пудинг сюда осталось 15 секунд все мы сейчас еще раз включим перемешиваться сейчас мы заглянем как у нас это выглядит вот видите и и сейчас еще раз включаем на 30 секунд 30 секунд теперь уже скорость 5 и мы все остаточки которые у нас есть мы тоже их туда быстренько отправляем и закрываем все наш крем готов мы переходим с вами на рабочий мой стол я беру чашу с собой смотрите какой у нас классный получился видите все и переходим я это все опущу вниз наш крем готов все отставляем его в сторонку что мы теперь делаем нам нужно наш бисквит порезать от центра чуть ниже нам не нужно посередине нам нужно чуть ниже порезать чтобы у нас верхушка была выше каким способом вы это будете делать какие у вас для этого есть приступают приспособления смотрите я же делаю вот таким способом вниз я сейчас отправлю на тарелку на которой у нас будет сейчас я немножко поверну здесь немножко нужно придерживать рукой чтобы он не вырвал большой кусок когда почувствую леску ну все прекрасно у нас получилось верхнюю часть крышечку мы переносим на досточку а нижнюю часть мы переносим на тарелочку чуть-чуть сюда на тарелку намажу крема нашего и эту нижнюю часть переношу сюда поставила ее сюда и закрепляю ее кольцом какое кольцо у вас дома есть такое раздвижное чтобы вы могли его здесь закрепить такие кольца разные есть есть профессиональные какое какое у вас дома есть все кольцо я закрепила поставила теперь я беру мною очень очень сильно любимый ножик от компании пэмпачев это у нас новая серия появилась а ножей нож для хлеба очень его сильно люблю мы режем теперь бисквит на маленькие кусочки прям на как сказать на кубики можно даже еще меньше и эти кубики мы сейчас отправим с вами в большую чашку где вам будет удобно это перемешать с кремом и отправим это потом сюда к нашему бисквиту который у нас в кольце все и эту сторону еще тоже теперь это все разверну и буду резать на вот такие кубики эту серию ножей наших новых можно даже мыть в посудомоечной машине то что они имеют на лезвие вот такой цвет все тоже у каждого ножа свой цвет да здесь вот например серенький цвет это не просто цвет это еще по-немецки называется антихавт бесшифтунг но я думаю что все понимаю да что это такое в общем чтобы он не прилипала к ним к нему к ножам ничего поэтому этот как сказать этим ножом вы можете даже очень горячий хлеб разрезать и у вас это будет очень прекрасно получаться все я разрезала на вот в общем мы порезали на кубики теперь что мы сделаем смотрите наш бисквит я вам предлагаю пропитать немножко мы его пропитаем молоком берем просто молоко кисточку и буквально вот таким вот образом легко молоко пропитываем здесь где-то у меня может быть 3-4 столовые ложки молока чтобы наш бисквит был таким мягеньким не был сухим если хотите можете какую-то арома сюда капнуть в молоко можете делать просто с водичкой с сиропом с каким-нибудь с чем вы любите но мне больше всего нравится это делать с молоком краешки не забываем чтобы они у нас сухими не были не выливаем это сразу а вот буквально вот так с помощью кисточки по чуть-чуть везде везде вы уже будете видеть потом где у вас уже есть где еще нету все пропитали теперь это чуть-чуть подвину в сторонку а это переношу суда в чашу и сюда же отправляю наш крем все и все перемать перемешаем ну вроде все хорошо собрала все это теперь перемешиваем аккуратно и только после того когда вы все хорошо перемешали отправим в наше кольцо к нашему бисквиту смотреть нужно чтобы все у нас кусочки желательно были в креме ну все я считаю что достаточно отправляем это все сюда в нашу форму в наше кольцо собираем все остаточки и распределяем теперь эти вот наши порезанный бисквит с кремом все вот так у нас это выглядит мы теперь выравниваем и теперь я перехожу к термомиксу буду делать еще верхнюю глазурь и так смотрите сейчас нам нужно еще с вами подготовить сверху такую очень вкусную шоколадную заливку для нее мы должны помыть чашу вот вы видите значок микс чтоб шпюлен сухая чистая чаша мы туда добавляем 200 грамм черного шоколада измельчаем его закрываем крышку в течение 10 секунд на скорости 7 измельчаем шоколад далее нам нужно шоколад опустить со стенок к ножам и и теперь к шоколаду мы добавляем 80 грамм сливок и теперь после сливок нам нужно еще сюда добавить ром 10 грамм рома закрываем чашу и все это у нас будет сейчас томится две с половиной минуты на температуре 60 градусов скорость 3 итак смотрите наша заливка готова мы ее сверху должны сейчас с вами распределить я перехожу к нашему торту и сверху распределяю вот эту нашу заливку глазурь шоколадную все теперь мы ее с помощью вот такого палетки равномерно распределяем и пока она у нас еще не застыла мы сверху делаем украшение какие вы любите что вы хотите здесь на вашу на ваше усмотрение все это убираем вот у меня здесь маленькие такие конфетки пралинам если хотите то можно их здесь распределить например можно по кругу эту отставлю пока в сторонку стараться нужно их ложить на одинаковом расстоянии вот теперь можно если хотите мы сделали следующее обыкновенные фисташки мы их хорошо в мишу в мешочке хорошо потолкли чтобы они были вот такие вот мелкие но тем не менее они все равно разного размера можно их посыпать так теперь вот у меня еще есть вот такие вот шарики шоколадные разных цветов получается да белый шоколад темный шоколад молочный шоколад и мы их тоже сюда распределим в фаотичном порядке как хотите их сюда распределяете ну вот сюда еще тоже можно немножко все ну и еще бывают всякие всяких цветов сахарные вот такие посыпки их тоже можно буквально может быть совсем чуть-чуть в общем украшать это я вам просто как вариант показываю украшать вы можете как как хотите тут на что ваша фантазия хватает все я это оставляю как есть полностью в холодильник на одну ночь и только завтра я его начну резать и только завтра я вам покажу какой у нас замечательный получается разрез я пошла домой спать а вам до завтра спокойной всем ночи и так мои дорогие наш торт простоял всю ночь в холодильнике мы продолжаем снимать видео только на следующий день вынимая форму из вынимая торт из формы мы использовали нож горячий нож мы рядом ставили стакан с кипятком все время нож окунали и только потом освобождали от стенок нож и только так потом открыли разъемную форму и торт извлекли с помощью вот такой палетки мы прошли выровняли хорошо бока чтобы у нас более-менее все ровно красиво выглядело и когда мы уже торт нарезали то мы тоже использовали горячий нож чтобы не цеплялась а наша гвазурь наверх чтобы он хорошо резался ровный срез был они ну как сказать он будет цеплять и неровно резать если это будет нож не горячий поэтому учитывайте это пожалуйста нарезая но торт получился он очень очень вкусный мы его уже не раз делали я вам очень очень советую если у вас какой-нибудь праздник или вы просто хотите порадовать своих родных и близких обязательно попробуйте этот очень вкусный торт а вам большое спасибо за просмотр за ваш лайк за то что вы комментируете наше видео мы стараемся вам ответить на ваши вопросы если вас интересует больше рецептов то заходите в нашу ватсэп группу у нас там очень много общения у нас очень богатая библиотека с рецептами ждем вас в нашей группе ну а если именно ко мне есть какие-либо вопросы нужна консультация то вот мой номер телефона звоните пишите я работаю по всей германии не стесняйтесь я вам отвечу на все ваши вопросы до следующего видео с вами была ваша анна мюль пока пока